Дмитрий Жибрик, он из Минска. Рассмеши свежного, Рассмеши меня, Рассмеши меня. Дима, привет! Здравствуйте! Здравствуй. Ты действительно богатый человек? Да. Мне теперь в трудовой книжке можно писать «Рассмеши комика». Слушай, давай мы поговорим о твоей карьере, потому что это действительно фантастическая вещь. Ты пришел на сцену шоу «Рассмеши комик», выиграл один миллион рублей в России. И все это благодаря одной минуте смеха. Так? Да. Дима, я доверяю. Куда ушел миллион? Я вложил. Я очень удачно вложил в пять черные, и вот приехал за новыми деньгами. То есть удачно вложил? Нет. Дима, давай так скажем. Ты наша главная надежда сегодняшней программы. Ты наша главная звезда. Мы тебе аплодируем и очень рады, что ты приехал. Никаких разговоров. Просто твой юмор и наш секундомер. Ты против комиков и против времени. Первая минута. Одна тысяча гривен. Готов? Да. Волк-вегетарианец просто догнал зайца. Метеоролог получил снежком в голову за то, что предсказал дождь. Очень хороший адвокат в суде доказал, что воровать не так уж и плохо. Самурай с очень толстой кожей уже неделю не может сделать себе харакири. Чтобы подсудимый сильно не расстраивался, ему дали семь лет и билет на концерт группы Бутырка. Справедливость есть. Вчера человек, гадивший в лифте, сам в нем и застрял. Кошка так жалобно смотрела на бомжа, что тот передумал и не стал ее есть. Флан Юлии Тимошенко по побегу из тюрьмы отложился на полчаса из-за вкусной гречки. Виталик вложил ногу в МММ и через год у него было уже 20 ног. Самец-богомол был настолько хорош, что самка решила еще раз и только потом его съесть. Сергей владел... Смех Владимира Зеренского. Одна тысяча гривен ваша, Дима. Поздравляю. Спасибо. Так, ну, будем считать, что вам нужно было время разогреться. Возьмете ли еще одну минуту выступления? На краю пропасть он был. Да, одной ногой из 20 болтаетесь вы на краю пропасти, Дим. Дима, еще одну минуту возьмете? За сколько? Пять тысяч. Пять тысяч. Не белорусских рублей. Мне нравится ваша логика. Я согласен. Поехали. Личный психотерапевт Димы Каляденко нуждается в личном психотерапевте. Бог добавил к семисмертным грехам еще и песни Димы Каляденко. Диск с песнями Димы Каляденко не утонул, даже когда к нему привязали камень. У Фани Каплан в записной книжке было написано либо в Ленина, либо в Каляденко. Даже бомж побрезговал сидеть на скамейке вместе с Каляденко. Ветеран ударил Каляденко с тростью, со словами «Я не за это воевал». Эпатировать так эпатировать. Дима Каляденко решил отрезать себе уши. Молния не бьет в одно и то же место дважды, но для Каляденко она сделала исключение. Пчела укусила Диму Каляденко, собралась силами, укусила еще раз и только тогда умерла. Слепой мальчик, который услышал песни Димы Каляденко, жалеет, что он не глухой. Бетховен восстал из мертвых, чтобы лично заглянуть в глазах Димы Каляденко. Когда в Диму Каляденко с балкона кинули помидором, его посетило легкое чувство дежавю. Если Сталин был бы жив, то Дима Каляденко не был бы жив. Вы знаете, Дима, перед тем, как что-то скажет Вова или Женя, я хочу рассказать вам короткую историю, которую мне рассказали за кулисами. Один из потенциальных участников прислал 13 листов шуток про Чака Норриса. Это правда? И вот перед нами человек, который мог бы прислать не меньшее количество шуток про Диму Каляденко. Потому что тот его попросил. Там у вас была реприза, Дима, последняя, про дежавю, да? Вот у меня такое ощущение, что это дежавю. Вова, давай будем честны, все мы знаем это про Диму Каляденко. Это все было правда? Да. Он сам попросил. Дмитрий, как поется в песне, не повторяется такое никогда. Спасибо. До свидания. Рассмеши свежного, сделай, чтоб парень спьянся. Рассмеши свежного, и под столом валяться. Ну что, в третий раз не получилось рассмешить комиков. Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Дважды вошел, третий раз не получилось.